Небоскребы, небоскребы, а я маленький такой, то мне страшно, то мне грустно, потерял я свой покой. И так вот всех нас программирует музыка на всякую ерунду. Хотя песня, кстати, немного блатная и чуть-чуть мелодичная, мне нравится. Но если ее постоянно слушать, вот что, на что такие песни программируют нас, вас. В хорошем у меня сегодня настроении, поэтому поговорим на такую интересную тему, как музыка. Первым делом я хочу вам сразу же в лоб сказать, что в хорошую сторону, в плохую, но вся музыка это нейролингвистическое программирование. Вы должны это хорошо понимать и понимать, что программирует вас, чему вы позволяете программировать ваш мозг. Это очень важно. Особенно в последнее время музыка это повторение, 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 повторение. Как вы знаете, это мать учения. Вот чему учат сейчас песни всех нас. Подумать, так страшное дело-то, потому что там абсолютно часто, очень часто абсолютный бред. Не будем категорично. Есть замечательная музыка, есть очень положительная музыка. Музыка, которая нас подымает, подымает настроение, заряжает бодростью. Ну, хорошая музыка. Мы все ее знаем. Кстати, часто она из предыдущих десятилетий и даже поколений. Но, тем не менее, испокон веков. Вот как только человечество придумало музыку, я уверен, что сразу же какие-нибудь шрицы, царьки, правители поняли, что ее можно применять для манипуляции людей, потому что музыка стимулирует эмоции. А если к этому еще и подключить интересные слова, нужную лирику, то вы, как властелины земель, как правители мира сего, обладатели денег и, соответственно, эстрады, то вы можете контролировать население, управлять им, управлять их сознанием. И часто не будем думать об этом только в негативном направлении. Музыка часто подымала боевой дух, патриотизм. И полностью признаю, что это была своеобразная манипуляция, которая была нужна. Потому что если какой-нибудь вождь не подымет хорошей музыкой всех мужиков, которые пойдут со своими топорами и отрубят всем врагам головы, то племя помрет и все, некому будет дальше размножаться. И так нас бы сейчас не было. Так что не нужно только, и мы не будем в этом видео только нести на музыку. Но в современном мире, когда уже это все знают, особенно все правители и те люди, которые пытаются направить этот мир в то направление, в которое они считают нужным, мы часто с этим не согласны, то, конечно же, музыка изучена досконально, лирика изучена досконально, какие... сейчас уже компьютеры вычисляют, какие ноты, какие куплеты, что стимулирует максимально людей. Дальше туда... дальше там подбираются нужные слова. И опять же повторение мать учения, там вдалбливают, вдалбливают, вдалбливают гол. Заметьте, последние... последние два десятилетия музыка, она очень такая повторяющаяся, простая и... ну, вдалбливающая. Это интересно. Если бы это было положительно, если бы... если вы найдете, кстати, есть все-таки, даже вдалбливаю сюда положительную музыку, то это замечательно. Используйте этот инструмент для самоуправления, для самовдохновения, для положительного нужного настроя. Ну, а теперь давайте поговорим о самой эстраде, о тех певцах и певицах, которые исполняют те песни, которые мы слушаем. И вот я помню еще, когда я был подростком в начале 90-х, как мой дедушка, который иногда смотрел телевизор, то... как он выражался по поводу всех этих певцов. Он говорил, ну да, голос у них есть, даже признавал. Но, елки-палки, я вот помню его фразу шалопаи. Вот он их называл всех шалопаями, потому что что он говорил? Ну вот инженеры, это люди, космонавты, военные, вот это те люди, которые что-то создают, что-то строят. А вот певцы, что они только там выходят, и типа политиков, как просто... голосом всех нас обманывают. И я только уже в взрослом возрасте понял, насколько он был прав. Хотя, конечно же, есть абсолютно патриотичные, хорошие, честные, порядочные люди из страны, а это редкость, процентов 10, я бы сказал, которых можно уважать. Но, пожив в разных странах, зная два языка, русский и английский, я заметил, что в большинстве стран, в большинстве этой эстрады, ну, если не предатели, то, как сказать, не люди честь, которые ради денег, ради славы, ради вот этого признания, ради какой-то своей определенной аудитории, этого чувства, что им все дозволено, и что они прям центр вселенной, внимание всего и вся, они готовы продать все. И это я не говорю о какой-либо одной конкретной стране. Практически везде. Где я не смотрел и не видел, это примерно так. И тут, как правильный был пример моего дедушки, потому что с ранних лет я не позволял себе, некоторые певцы мне нравились, но я не позволял себе делать из них кумиров, я не позволял себе фанатеть, да и, честно говоря, как бы не у меня, и вот мне очень хотелось бы, чтобы этого не было и у вас. Получайте удовольствие, восхищайтесь конкретным исполнением, но не становитесь фанатами, потому что фанат для меня это вот один в один, что-то назвать кого-то овцой. Вы фанат, а вы овца. Надеюсь, никого не оскорбил, но если оскорбил, то не обижайтесь, а больше задумайтесь. Задумайтесь, потому что певцы и певицы, исполняя песни, создавая музыку, стимулируют ваши эмоции, становляясь их фанатами, вы, соответственно, отдаете какую-то частицу вас, вы отдаете им власть, вы отдаете им предпочтение, внимание, и вы начинаете думать, что эти люди что-то-то знают, только потому, что они простимулировали мои эмоции какой-то песни. Но, как практика показывает, все совсем наоборот. Это часто очень пустые, крайне неразумные люди, которые ведут деструктивный образ жизни, и становиться их поклонниками, мне кажется, неправильно. И на этом, пожалуй, я завершу это видео. Я знаю, вы, наверное, хотели услышать, какая музыка мне нравится и так далее, и тому подобное. Тут вообще все просто. Так как у меня нет фанатов, я не беспокоюсь за какие-то там группы или за отдельных певцов, то я просто слушаю. Если лирика хорошая, если музыка заводная, если она подталкивает меня на оптимизм, я ее слушаю. Если нет, она выбрасывается из моей жизни. На этом все, дорогие друзья. слушайте музыку с умом.